Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск экономического календаря. В эту пятницу мы ожидаем итоговые данные США по уровню доверия потребителей. Первыми будут представлены данные Германии по индексу оптовых цен за декабрь. В ноябре индекс продолжил повышаться. Однако темпы роста были не такими быстрыми, как в октябре и в сентябре, на уровне 0,4%. В час 30 дня по гриннище будет представлено два отчета по экономике США за декабрь. Мы ожидаем предварительный отчет по розничным продажам. В ноябре объем продаж оказался не таким сильным, как в октябре и в сентябре. Между тем, данные по индексу цен производителей оказались намного лучше, чем ожидалось. Был зафиксирован довольно сильный рост на фоне роста цен на продукты и услуги. В трем часам мы ожидаем важные предварительные данные США по уровню доверия потребителей от университета Мичиган в январе. В декабре индекс увеличился больше, чем ожидалось. Был зафиксирован 11-месячный максимум. К этому времени также выйдут данные США по товаро-материальным запасам в ноябре. В октябре объем запасов сократился впервые за последние 8 месяцев. С вами была я, Селест Скиннер. Вы смотрели обзор новостей экономики на пятницу, 13 января. Завтра мы представим вашему вниманию обзор основных новостей на понедельник. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин